Приветствую с вами, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Знаете что? Сегодня переезжают родители, даже с сестрой. И в принципе самая главная цель моей жизни, которая была поставлена в 2016 год, она исполнилась. Переезжают родители, ну и еще бонусом товарища сестра. В общем, теперь все мы будем жить в Сочи. Это первое. Второе. Квартира у родителей есть. Я им купил хорошую квартиру, 95 квадратных метров, в городе все нормально. У меня квартира есть, тоже в том районе, где я и хотел, в том месте, где я и хотел. В общем, все как положено. У дочки тоже квартира есть. И теперь, знаете, я понимаю, что семья большая стала. И хочется иногда дом, ну реально задумываясь про дом. И знаете что? В Сочи очень много у нас всевозможных хай-теков и тому подобное. Которые, мягко говоря, хай-теком тяжело назвать. С плоской кровли, с плоской крышей и так далее. Теперь я вам покажу то место, которое мне нравится. Например, 4 года назад я не понимал тех людей, которые выбирает Сергей Поля. Я думаю, что у них в голове? Почему они по таким космическим ценам не выбирают именно Сергей Поля? Почему они не выбирают то? Почему они не выбирают это? А сейчас попробуем с вами разобраться. Мы с вами находимся в Сочи, район Сергей Поля. И, соответственно, самое главное, что здесь прям основной трассы буквально метров 300. Ну круто, ну действительно круто. При этом тишина, спокойствие, только сейчас эта собака подгавкивает. Итак, ребята, раз, два, три. Мы с вами находимся на 6,5 сотках земли. 6,5 соток. Соответственно, здесь в доме у нас заведено 15 кВт электричества. И видите, куда по периметру есть газ. При желании вы можете подключить к себе газ. Соответственно, здесь у нас локальные частные сооружения. И знаете, что самое приятное, самое прекрасное? Это дом. Дом в стиле шале. Это тот дом, который мне нравится, который я хотел бы видеть. Здесь можно сделать бассейн, потому что 6,5 соток земли позволяет вам сделать много чего интересного. Можно сделать баню, например, с этой стороны. Посмотрите, и как обалденно смотрится дом. Этот скажет, Макс, ну дом как-то блин смотрится так-то, но не так-то. Ну, ребят, согласен, так-то, но не так-то. Но мне нравится именно такой дом. Я хочу, чтобы дом был живой. Я хочу, чтобы дом дышал. Я хочу, чтобы дом находился на ровной поверхности. Да, здесь небольшой уклончик есть, но он не смертельный, ребят. Плюс еще, смотрите, второй гостевой дом идет в подарок. Это же круто. Гостевой домик для гостей в подарок. Есть ворота, это очень редко бывает. Есть забор, это тоже редко бывает. Есть деревья, посмотрите, которые сохранили, которые есть на участке. Это тоже бывает очень-очень редко. Ну, давайте посмотрим конструктив данного дома. Ну, во-первых, дом со всеми документами сделал, когда срегистрируется в Росреестре. Здесь мы сейчас с вами откроем. Дом сделан на винтовых сваях. Все эти условия есть. Да, конечно, мы видим, что это у нас под нами там, получается, внизу брус. Все. Я понимаю, что многие будут скептически относиться. Но, ребят, вот если, например, вот мы сейчас с вами забежим вперед. Да, я также себе в Сочи приобрел два участка. Еще, конечно, не расплатился до конца. Но, я думаю, расплачусь через недельку. И если, например, вдруг захочется мне построить дом, я процентов на 99 уверен, что я буду строить дом именно вот такой. Именно вот такого формата. Именно вот так вот он должен быть сделан. Ну, может быть, только второй этаж будет чуть-чуть побольше. Ну, ладно, забегаю вперед. Давайте пробуем зайти и посмотреть. Я скажу честно, место мне нравится. Нравится мне дом. Мне нравится мне только одно. Ну, во-первых, здесь надо над дизайном поработать, да? Именно ландшафтным дизайном. Но, с другой стороны, блин, это хорошо, когда у тебя есть фантазия. Хочешь, картошку сажай. Хочешь, сарай строй. Хочешь, еще что-нибудь. Вот оно у нас локальное сооружение. И вот, соответственно, вот так выглядит. Хотя, я думаю, что бассейны лучше вот здесь сделать, с этой стороны. Хотя нет. Нет, с той стороны бассейна, где мы с вами были. Теперь мы с вами потихонечку зайдем, посмотрим. Кстати, дом, в отличие от тех бомов, которые я снимаю, он уже сделан полностью с чистовой отделкой. Даже не с чистовой отделкой, а с чистовой. Уже есть стяжка пола. Ну, и, соответственно, посмотрите, да? Тоже все продумано. Здесь можно разместить большой шкаф-купе. Ну, и, в целом, здесь остается совсем немного. И получится достойно. Есть спальня. Спальня небольшая, но, в принципе, довольно-таки уютная. Вид идет на соседние дома. Сто потолков, я думаю, что здесь, скорее всего, 2,80. Могу ошибаться, но не 3 метра. 2,80. Ну, тоже хватает. Смотрите, ребята. Вот если мы посмотрим. Ну, хватает. Хватает. Также у нас есть еще одна спальня. Эта спальня мне даже больше нравится, потому что здесь вид пока идет на зелень. Кто-то скажет, Макс, какая зелень? Вид на кусты. Может быть, на кусты. Все здесь строится, застраивается. Ну, и, в целом, как бы здесь тоже можно все красиво облагородить. Мы видим с вами улицу Целинная. Это у нас Мамайка. И вот внизу верхняя Мамайка с левой стороны, нижняя Мамайка с правой стороны. Вид на море нет, согласен. Но, все равно, знаете, такое уединение, тишина, спокойствие. Ну, и теперь то самое главное, ради чего я сюда приехал. Да, санузел. Нет, конечно, я ради санузла приехал. Тоже, посмотрите, все уже сделано. И, например, сюда прям маленькие копейки вложить. И можно все довести до ума. Разводка. Теплые полы даже здесь сделаны везде. Ну, и вот, посмотрите, место у нас получается либо для электрического котла, либо для газового котла. Хотя я здесь из-за электрического. Ну, и вот кухня. Кухня, ребят, гостиная. Посмотрите, второй свет. Выглядит просто шикарно. Ну, реально шикарно. И вот этого я хочу. Вот именно вот такое мне хочется. И, посмотрите, да, может быть, вида на море нет. Но вид на горы просто бомба, ребят. Вид на горы просто потрясающий. Соответственно, вот именно в таком формате мне хочется. Дом небольшой. Вот если вместе с террасой он сто двадцать квадратных метров. Ну, реально небольшой. Сто двадцать квадратных метров. Это, на самом деле, очень-очень-очень мало. Ну, терраса хорошая. Единственное, чтобы вот этот, получается, навес сделал бы побольше. Чтобы прям полностью было над зоной, так скажем, отдыха. И вот, конечно, вот здесь просится бассейн. Притом хороший, нормальный бассейн. Я думаю, можно сделать его шесть на четыре. Это было просто супер. Зона барбекю. Также вот с этой стороны просится построить какую-нибудь баньку. Прям, действительно, просто из сруба. Ну, и вот здесь тоже там немножко поработано над ландшафтным дизайном. В целом, посмотрите, да. Кстати, свет здесь, подсветка здесь есть дома. Ночью он смотрится просто бомба. Также можем отсюда выйти на свою территорию. И я думаю, что даже сейчас у нас 9 ноября. Какой октябрь? 9 ноября 2020 года. Можно спокойно завтракать именно вот на этой стороне. Здесь у нас солнышко всходит. И, соответственно, вся первая половина дня она солнечная, приятная. И тот самый случай, когда ты вечером можешь выйти на свою террасу. После работы. И тебя не будет жёстко, жёстко, жёстко припекать. Ну, лично домик мне понравился. Однозначно прям зачёт и всё. Теперь многие спросят, а какая же цена? Ну, ребят, давайте сориентируемся, что в этом месте сотка земли стоит миллион рублей. Поэтому по логике уже понятно, что минимум 6,5 миллионов рублей стоит у нас земля под этим домом. Плюс, опять же, да, здесь у нас проплатили электричество, здесь получали разрешение строительства. Всё это было получено. И по большому счёту, вот я ещё хотел вам показать выход на чердак. Потому что здесь при желании можно ещё на чердаке. Так, я сейчас выйду, покажу. Можно сделать как минимум ещё одну спальню, ребят. Вот, посмотрите. Потому что они довольно-таки высокие. И можно сделать ещё одну комнату. Ну, и, соответственно, нужно было. Нужно было, про что я начал говорить. Получили разрешение и так далее. Поэтому дом априори не может стоить 6 миллионов, 7 миллионов. Тем более полностью при частовой отделке. И, знаете, каркасные дома, они разные бывают. Вот этот каркасник мне вот прям понравился, да. Двойной слой, всё как положено. Видно, что сухая доска. Как бы такая, да, ничего не трескается. Всё, посмотрите, всё. Ну, действительно, как бы каркасник каркаснику рознь. И бывает, что хорошие каркасные дома, они стоят дороже, чем камень. Да, себестоимость. Всё именно зависит от того, какой материал здесь применён. Дом, получается, жилой площадью 72. Общая площадь 102 квадратных метра. Ну, и если крышу задействовать, это уже на ваше усмотрение, то можно сделать там ещё кое-что. Само собой, разумеется, дом небольшой. Но в последнее время у меня запросы именно такие. Макс, нам не нужны хоромы по 200 квадратных метров. Нам нужен просто две изолированные комнатки, нужен санузел и кухня-гостиная. Всё. Потому что такие дома обычно покупают люди в возрасте, уже далеко за 50. Кому хочется свой кусочек земли, кому хочется немножко свободы, кому хочется быть в Сочи, но при этом не видеть полуголых туристов, каждый раз не слышать эти крики, вопли и так далее. Ну и, соответственно, теперь мы с вами попробуем разобраться, да, сколько же цена. Цена данного дома 13,5 миллионов рублей. 13,5 миллионов рублей. И я скажу честно, вот мне этот дом прям безумно понравился. Само собой, разумеется, хочется вот такой дом, вот в этом месте, хочется, чтобы он стоил там, ну, миллионов пять. Ну, волшебства в Сочи не бывает. За пять миллионов вы даже на красной воле не возьмёте, хотя красная воля это то ещё дно по сочинским меркам. Поэтому, как бы так. Вода, кстати, в доме есть, и здесь сделаны тёплые полы. Я думал, что невозможно сделать тёплые полы в доме, который у нас полностью сделан из дерева, да, утеплитель, техниколь и так далее. Ну, получилось. В целом, это мой идеальный дом, это мой идеальный размер, честное слово. Что касается гостей, куда их селить, я считаю, что для гостей нужно делать баньку, над банькой делать второй этаж, и тем самым у нас, получается, над баней будет гостевой, как раз, ну, гостевая комната. Вот как бы так выглядит. Поэтому, если вдруг вам хочется действительно хороший, потрясающий домик, если вы желаете что-то там для родителей посмотреть, я рекомендую. Кстати, цена 13,5 миллионов рублей, торга нет, от слова совсем, даже 10 рублей не можем скинуть, потому что здесь, во-первых, риелторская комиссия очень низкая, очень низкая. Бывает низкая, бывает очень низкая. А во-вторых, ну, как бы, знаете, тот случай, когда дом строили для своих родителей, ну, родители в последний момент что-то переобулись. Ну, и, в общем, что получилось, то получилось. Как бы так, ребята. Поэтому, если вдруг кто-то из вас хочет себе... Хотя почему родителям? Вот лично я бы здесь жил. Ну, мне сейчас говорите, да я лично жил. Вот даже ни капельки не вру, вот такой дом, вот такой формат мне нравится. И сейчас я понимаю, что правильно вы бы писали в комментариях, вот я сейчас взял себе 2 участка по 5 соток. Ну, хотелось бы, чтобы, наверное, все-таки соток должно быть 7-8 под дом, чтобы можно было гостевой построить и так далее. Ну, одно я знаю точно, что теперь у меня есть четкое понимание. Идеальный дом. Я теперь четко понимаю, какой дом я себе хочу. И я думаю, что в 2021 году вы увидите вот что-то типа подобное у меня на канале. И круто. Может быть, чуть-чуть я побольше хочу, чтобы все-таки было 3 спальни. И немножко будет повыше у меня все-таки. Первый этаж будет в балансовых метрах. И это получится действительно круто. Ладно, ребята. Помечтали и хватит. 13,5 миллиона рублей рублей. И он ваш. Всем добра. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует...